Уважаемые коллеги, сегодня в нашем форуме принимает участие известный политический государственный деятель России, экс-председатель Совета Министров ТУВы, экс-председатель Верховного Совета ТУВы, заместитель председателя Совета Ассамблеи Народов России, Лондар Чимокдон Жубаилов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В Ситусе Войне участвовало 61 государство в мире 1,7 миллиарда населения земли 110 миллионов военных были в руках оружия И в том числе 49 стран на территории, значит, 49 стран включены были на территории боевых действий велись на территорию 40 стран. И в том числе 19 европейских, 11 африканцев и 10 азиатцев. Вот такую страшную войну мы с вами победили. Дорогие товарищи, о том, что, как мы победили, резидент ваш, Назарбаев, в своем докладе на седьмой сессии ансамблеи Казахстана сказал, цитирует, пройденный путь, это наше общее прошлое с его победами, поражениями, радостными трагедиями. По-человечески непорядочно укреплять людей старшего поколения исторические, то есть высленности или ничтосность таких делных поступков. Значит, это я считаю, что очень хорошо вам определит наше поколение. И знаменитый Гамзатов говорит, если человек стреляет в прошлое из пистолета, будущему мы стреляем в службу. Дорогие товарищи, ассамблей народов России, мы считаем, что родители ассамблей народов России, это ассамблей Казахстана. Потому что я создавал ассамблей народов России, начиная с 97-го, полгода работал всего создателем ассамблей народов России. Поэтому мы очень благодарны. Я специально сюда отправил делегацию, изучить, что такое ассамблей народов Казахстана. Поэтому мы считаем, что мы как дети вашей ассамблей. Российский фестиваль «Радуга России». Значит, мы россияне, молодежный ассамблей народов России проводим живопытный форум в так называемых россияне. Также мы сейчас проводим межнациональные детские и юнические состязания фестиваля по национальным видам спорта. Это все, что это будет. Товарищи в Казахстане, остались в Советском Союзе у нас на Туминском языке, в Северной Байбалке, в России. Сегодня подобные институты существуют уже во многих государствах мира. Продолжение следует...